Лучшие детские врачи борются сейчас за жизнь Вани Фокина. Чудом спасённый из-под завалов. Десятимесячный мальчик доставлен в Москву. У ребёнка стабильно тяжёлое состояние. 35 часов он провёл под обломками дома на Борозе. Дмитрий Хрусталёв об осторожных прогнозах врачей и надежде родителей. Ведущие детские реаниматологи, хирурги. Весь полёт они рядом со спасённым малышом. С помощью фониндоскопа слушают сердцебиение мальчика. А по прилёту закутанного в белое одеяло Ваню Фокина прямо со взлётно-посадочной полосы увозят на реанимобиле. Через каких-то 30 минут карета скорой помощи уже заезжает на территорию столичной клиники. Состояние 11-месячного ребёнка, спасённого из-под завалов, врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Лечить мальчика будут вот здесь, в ведущем центре детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Прямо на борту самолёта мальчику провели интенсивную терапию. Весь полёт из Магнитогорска в Москву, заверили врачи, ребёнок перенёс нормально. Состояние ребёнка во время транспортировки было стабильным. Были проведены все необходимые мероприятия, интенсивная терапия. Ребёнок доставлен в институт неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас ребёнку выполняются необходимые диагностические обследования. За спасённым из-под завалов малышом в Магнитогорск накануне прилетел спецборд из Москвы. В местной больнице провели медицинский консилиум и долго совещались, готов ли младенец к транспортировке в столичную клинику. В итоге решили везти мальчика в Москву. Реанимобиль в сопровождении машин ГИБДД доставил ребёнка прямо к трапу самолёта, после чего младенца бережно перенесли в салон. Всё это время рядом на взлётной полосе находились родители Вани. Было видно, как сильно они переживают. В итоге в Москву вместе с малышом полетела и его мама. Младенец провёл под обломками более 35 часов. В лёгкой одежде при температуре минус 20. Кадры были сняты в момент спасения мальчика. Чудо, в которое уже мало кто верил. Из-под завалов спасатели услышали звук, отдалённо напоминающий детский плач. Они стали быстро разбирать обломки бетона и через несколько минут нашлись живого младенца. Офицеры МЧС, которые, рискуя собственными жизнями, спасли грудного ребёнка, по телефону выразил благодарность Владимир Путин. Звонил вам президент Владимир Владимирович Путин. Что сказал? Сказал спасибо за спасённую жизнь. Поздравил с Новым годом и сказал, что это останется навсегда. Что не только его слова благодарности, а то, что для меня это останется навсегда, что я спас человека. Столичный научно-исследовательский институт оснащён новейшим медицинским оборудованием. И несмотря на то, что у младенца тяжёлые травмы, переохлаждение и обморожение, врачи рассчитывают помочь маленькому Ване. Ситуацию со здоровьем мальчика держит под личным контролем министр здравоохранения Вероника Скворцова. За здоровье и жизнь малыша борются лучшие врачи. Дмитрий Хрусталёв, Савелий Матюхин, Александр Филатов и Алексей Агров. Вести. Москва. Магнитогорск.